В семье Смагиных, проживающих в детском доме семейного типа номер 2, подготовка к новому учебному году началась с первых дней календарного лета. Еще бы, в школу здесь пойдут практически все юные жильцы. События волнительные, но уже долгожданные. Ребята соскучились по педагогам и одноклассникам и ждут встречи с ними. А встречи с друзьями ждете в школе? Да. Может, с кем-то особенно вообще? Кого-то давно не видели. Есть такое? Есть такое. Мы лучшие друзья, которые в школе. Учителя, которых я уже давно не видел. Констовары, портфели и куртки, джемпера и школьная форма. Подобрать нужно было так, чтобы и костюмчик сидел, и чтобы надолго хватило. За этим особенно следит мама, которая и сама нередко шьет то, что нравится детям. И если мальчишкам процесс подбора доставляет некоторые неудобства, то для девчонок эта суета приятная. Обновки они любят особенно. Мы ездили в детский мир, смотрели красивые сарафаны, платья. Нам мама советовала, что мы выбирали. Ездили, покупали колготки, носки, все, что нам нравится. Мы едем и выбираем детям. Ну, выбирают несложно, интересно даже с детьми, весело получается. А ты что тут делаешь? Меня пригласили. Я и пришла. Как это тебя пригласили? Это меня пригласили. Музыка, звонки, смех, конкурсы, игры, флешмобы. Отличным способом подарить хорошее настроение и поддержать жителей всего детского квартала Новоснецова стала благотворительная акция, которую провели представители администрации Московского района и сотрудники швейного предприятия «Панда». В каждый дом они привезли по несколько комплектов школьные формы для ребят, а также канцелярские товары и игрушки. Мы всегда стараемся поддерживать, уже не первый раз. И вот сегодня было передано на каждого ребенка, на кого-то по одному, по два комплекта, полный набор канцелярий был передан, то есть все, что необходимо к школе. К новому учебному году помощь и поддержку получают не только дома семейного типа, но и многодетные и малообеспеченные семьи. Кроме государственных программ традиционно организовываются благотворительные акции, в которых принимают участие предприятия различной формы собственности, чтобы свою важность и нужность почувствовал каждый ребенок. Сегодня на территории Московского района проживает свыше 3500 детей в многодетных семьях. Сегодня более 2500 уже получили материальную помощь к новому учебному году. И процесс этот не закончен, он еще продолжается.